Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была счастливой и веселой, вам нужно жить с убеждением, что все просто. Все в этом мире просто, все в этой жизни просто. Люди, которые все усложняют, они постоянно живут в проблемах. Знаете, есть такая цитата, если вы заметили, что оказались в яме, первое, что нужно сделать, это перестать копать. Многие люди сами закапывают себя. Я навсегда выбросил вот это вот убеждение, что все сложно. Знаете, я раньше слушал олдскульный русский рэп, и там у них всегда все было сложно. И я жил долгое время вот с этим убеждением. Теперь я навсегда выбросил, удалил нахрен это убеждение. Жизнь проста. Все в этом мире просто. И я начал находить этому подтверждение. И реально многие вещи стали простыми. Те вещи, которые раньше для меня были сложными, они стали простыми. Вот, например, когда меня спрашивают, как бороться с хейтом, с завистью, с осуждением. Как вообще с этим бороться? Никак. Хейт, а зависть этого не существует. Этого не существует. Все, что говорят люди о вас, они говорят о самих себе. Никто ничего не может сказать плохого про вас. Все, что говорят люди плохое про вас, они говорят про самих себя. Не будет счастливый, довольный жизнью человек, богатый человек. Писать вам гадости, оскорблять вас не будет. Он не будет тратить на вас время. Многие люди проецируют на вас свои проблемы. Поэтому никакого хейта его не существует. Кто-то может там пиариться на вас, если вы медийная личность, да, кто-то на вас там пиарится. Если вас там осуждают ваши друзья, к примеру, эти люди, они проецируют на вас свои проблемы. Вот и все. Поэтому хейта не существует. Нужно наоборот посочувствовать этим людям. Нужно просто понять этих людей. Мне очень понравилось высказывание Маргулана, да. Он сказал, что плохих людей по сути не существует. Плохих людей не существует. Есть люди, которых обидели, унизили, оскорбили там в детстве. И теперь они мстят. Теперь они, да, вот проецируют это все и пытаются вот вас задеть. А по сути плохих людей не существует. Если человек идет с работы, он недоволен своей работой. Он идет с работы, он устал. Он ничего не ел. Он голоден. Попал под дождь. Смотрите, он недоволен своей работой. Он голоден. Он уставший. Он промокший. И вот этот человек вас задевает где-то, не знаю, в транспорте. Да, он вас задевает. И, понятное дело, он вас будет оскорблять. Большая вероятность того, да, что он вас оскорбит. Но не из-за того, что он плохой, а из-за того, что вот так повлияли на него все эти обстоятельства. Если бы он был богатый, сытый, да, он бы вас не оскорбил. Поэтому, ребята, хейта не существует. Его не существует. Все, забейте на это. Вы должны быть неуязвимы к словам. Неуязвимы. Мне очень понравилась речь Дэна Пенни. Я же много перевожу интервью, речей, да. И вот я учусь у этих людей. Он сказал, меня можно задеть только, там, оружием. Ты можешь причинить мне боль камнем, там, дубинкой, ножом, да. Но словом, ты мне никогда не причинишь боль. Никогда. Я неуязвим. Слова это воздух. Смотрите, все как просто, да. Просто загрузите вот это вот убеждение в свою голову. Все на самом деле просто. Вы не должны от этого страдать. Я очень люблю снимать вот такие вот видео. Я люблю такой формат. Знаете почему? Потому что я сам смотрел такие видео. И вот такие видео изменили мою жизнь. Одна фраза, там, одно высказывание. Я загружал вот сюда, и все. И жизнь уже не была прежней. Если вы посмотрите это видео в нужное для вас время, если у вас есть запрос, вы словите одну мысль, которая навсегда изменит вашу жизнь. Так было со мной. И потом вам не нужна будет мотивация, да, чтобы, там, себя заставлять что-то делать. Все. Эта мысль навсегда у вас в голове, и она вас ведет. Как меня вела простейшая мысль, да, на работе работают, а становятся богатыми в свободное от работы время. Она все навсегда у меня вот здесь. Навсегда. У меня был запрос, и она навсегда вот засела у меня в голове. Все. И я при любых трудностях всегда вспоминал эту мысль. Я понимал, если я пойду на работу, я не разбогатею. Все. Забудь об этом. Все. Забудь о работе. На работе только работают. Только работают. Забудь об этом. И эта мысль меня вела. Если ты сдашься, лучше не станет. При любых трудностях я вспоминал эту мысль. Если ты сдашься, ты вернешься к той же жизни. Поэтому это бессмысленно. И не нужна мотивация. Вот эти мысли, они вас ведут. Если вы их осознаете, они навсегда останутся у вас в голове. Они будут вас вести по жизни. Вот почему все просто. Я учился на цитатах. Я прочел много книг. Но все, что я запомнил из этих книг, это там пару высказываний. Пару высказываний, да? И все. Но для этого нужно было прочитать всю книгу. Чтобы это высказывание, чтобы это высказывание навсегда вот здесь у тебя осталось. Вот и все. Вот так это работает. Если вы до сих пор не знаете, чем вам заниматься, если вы не можете найти свое дело, может быть все из-за того, что вы слишком все усложнили. Возвращаясь к принципу. На работе работают, становятся богатыми в свободное от работы время. Что это значит? Значит, вся наемная работа отпадает. Все. Вот что это значит. Смотрите, сколько вариантов, да? Отпали. Теперь, если я хочу свободы, я хочу быть свободным. Задайте себе вопрос, чего вы хотите. Если я хочу быть свободным, значит, я буду зарабатывать где? В интернете. В интернете. Я не хочу быть привязаным к месту. Я не хочу вести наземный бизнес, потому что я буду привязан к месту. Где проще всего зарабатывать? В интернете. Где ты будешь свободен? Если ты будешь зарабатывать в интернете, все, опять сколько вариантов, да, отсеялось. И теперь, что вы любите? Что вы любите? Если вы любите выступать, снимайте видео на YouTube, снимайте видео в TikTok. Если вы любите продавать, создавайте там магазины в интернете, не знаю. Все просто, все просто на самом-то деле. Если не клеятся отношения, если там человек прошел через три развода, из-за чего это все? Потому что над отношениями не работаешь. Вот и все. Все просто. Если ты хочешь в какой-то сфере счастья, поработай над этим, поработай над этим. Разберись в этой сфере. Если ты хочешь зарабатывать, разберись в этом. Многие хотят зарабатывать и ничего не знают о деньгах. Многие хотят построить успешные отношения, но вообще над ними не работают. Все просто. Вот почему ничего не получается. Если вам не нравится какой-то человек, перестаньте с ним общаться. Если не получается перестать общаться, поймите этого человека. Просто поймите его. И у вас изменится к нему отношение. Он уже не будет вас так задевать, как задевал вас раньше. Все просто. В общем, ребята, не усложняйте свою жизнь. Если запутались, если далеко зашли, перестаньте копать. Перестаньте копать и внедряйте принципы простоты. Постепенно упрощайте свою жизнь и сбрасывайте со своих плеч все ненужное. Все эти шаблоны, всю ту сложность, которую вы накопили за все года. На этом все, друзья. Всем простоты и счастья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»